Итоги работы за пять месяцев подвели в областном Экимате. Хорошие показатели в производстве молока, благодаря 22 построенным фирмам. За последние пять лет в регионе на треть выросло производство этого продукта. В 2021 году североказахстанские организованные хозяйства дали 227 тысяч тонн молока. Наиболее высокие темпы по производству молока в Акаинском районе Шалакына Кабита Мусрепова. В то же время допущено снижение в Таиншинском районе на 4,1%. Там на одном из молочных предприятий, чтобы расплатиться с долгами, продали скот. Это недопустимо, отметила Экимобласти. Район Экима должен был помочь найти иной выход из сложной ситуации. Это недоработка главы таиншинцев. Снижение по молоку на 6% отмечается также в Мамлюцком районе. Слабая идет работа по строительству молочных ферм. Один или два комплекса на весь район – это слабый показатель работы. Вот в такие сложные годы, каким был 2021 из-за погодных условий, да и 2020 он тоже был достаточно непростым. Вот в эти годы как раз-таки помогало животноводство. Мясо и молоко. Это всегда было за всю историю развития сельского хозяйства. Так и есть сейчас. То есть мы на правильном пути. Не должно быть проблемы с мясом птицы. Осенью запустят две птицефабрики. Еще одну мощностью 10 тысяч тонн мяса в год начали строить в этом году. В общем, они закроют потребность североказахстанцев в бройлерах и еще останется на экспорт. Стали вдвое больше выпускать яиц, докладывает Экимобласти. Но показатель 2020 года, то есть до атаки птичьим гриппом, мы до сих пор не достигли. Напомню, опасный вирус тогда уничтожил поголовье трех крупных птицефабрик области. Что касается промышленности, заводы региона за пять месяцев выпустили продукции на 170 миллиардов тенге. Трансформаторы начали продавать. В этом году заводам стоит задача произвести до 4 тысяч трансформаторов на сумму 4 миллиарда тенге. Хочу отметить работу завода по выпуску вагонов-термосов «Кол-Инфинити». В этом году уже произведено 79 вагонов на 3 с лишним миллиарда тенге. В числе покупателя и завод «Маслодел», который заказал 130 петропавловских термовагонов для перевозки продуктов, часть уже поставлена на завод. К слову о «Маслоделе», он стал причиной снижения производства в районе имени Габита Мусрепова из-за планового ремонта. «Маслодел» у нас первые два месяца начала года не работал, стал на ремонте. Сейчас он работает и уже уходит на полную мощность. Сейчас 320 тонн в сутки они производят при проектной мощности 400 тонн. Рынок сбыта у них ранее был Китай. Сейчас Китай приостановил получение товара у них. Поэтому у них сейчас идет переориентация на Европу». Заключили договоры с Латвией и Эстонией на поставку продукции. А по инвестициям областной показатель подвели Жамбылский и Мамлюцкий районы. «В Мамлюцком районе ситуация вообще неудовлетворительная. Частных инвестиций привлечено в два раза меньше, чем в прошлом году. В два раза меньше. Лукин, там вообще иначе не работаете. Делаю замечание Мамлюцкому району, потому что вы по многим позициям сегодня фигурируете в красной зоне». Отличился не лучшим образом Мамлюцкий район и в строительстве. «Например, по капитальному ремонту Дома культуры села Мингисер с 27 января текущего года до сих пор не заключен договор с подрядчиком. Уже почти полгода прошло. Объект профинансирован. Конкурс проведен. Подрядчик определили. Ну чего еще надо?» В области сейчас 14 таких проектов, на которые выделили деньги, но работы до сих пор не идут из-за нерасторопности районных Акимов. Не решить вопрос за 4 месяца – это действительно показатель. По воду жилья в аутсайдерах оказались Тимирязевский район и снова Мамлюцкий. За час заседания Акимата название этого района звучало куда чаще других, но очень редко с положительной стороны. А спасатели раскритиковали работу районных и городского Акимата по недопущению гибели людей на воде. Они должны были организовать дежурство мобильных спасательных постов на диких пляжах. Акимы сельских округов знают эти места, но ничего не предпринимают. Как показывает ежегодная практика, с наступлением жаркой погоды растет число травмированных и погибших на водоемах. Только за последние 9 лет в области утонуло 211 человек. За этот же период удалось спасти более 250 человек. Все случаи гибели людей на воде зарегистрированы в места, где население традиционно купается, но которые являются запрещенными. Аким области поручил департаменту полиции помочь спасателям организовать дежурство на запрещенных для купания местах. К слову, в прошлом году 830 североказахстанцев получили за это штраф. В Петропавловске приступили к возведению новой птицефабрики с производственной мощностью 10 тысяч тонн мяса птицы в год. Площадку посетил Аким области Кумар Ахсакалов и проинспектировал проводимые работы. Площадь будущей птицефермы составляет почти 25 гектаров. Идея открыть производство куриного мяса появилась у предпринимателя Игоря Тищенко еще два года назад. Но приступить к реализации проекта тогда помешала пандемия. Сейчас строительство идет полным ходом. Планируем построить за два года. В этом году и в следующем здесь будет 24 корпуса бролерных. Будем производить в год порядка 10 тысяч тонн мяса бролера. Также здесь будет инкубатор, собственный, убойный цех, полностью вся инфраструктура. У нас в Казахстане на сегодняшний день потребность мяса и бролера существует, дефицит. Поэтому будем эту потребность стараться закрывать собственным производством. В нашей области, тем более корма, у нас в этом преимущество. Общая стоимость проекта 2,5 миллиарда тенге. Реализацию мяса птицы планируют только по Казахстану. К слову, проблем с поставками строительных материалов нет. Но самостоятельно провести инфраструктуру к зданию для предпринимателя будет накладно. Сейчас готовьте проект соответствующий. Мы поможем по инфраструктуре. Хорошо. Таким образом у нас получается 3 фабрики. Сейчас у нас работает пока одна фабрика, одна бролерная. Производит порядка 2,5 тысяч тонн мяса бролеров в год. А потребность в нашей области 8,5 тысяч. 8,5 тысяч. Сейчас, когда... Вот две фабрики у нас в этом году уже где-то в осени мы запустим. Это в Орлагоше и Новокаменке. Новокаменке. Те фабрики будут производить 6 тысяч тонн, ваши 10 тысяч. То есть получается 16 плюс еще 4, порядка 18 тысяч тонн мяса бролеров будет производиться. А потребность в нашей области 8,5. Первых цыплят планируют завести осенью. На полную мощность выйдут только в следующем году. Это поможет создать почти сотню новых постоянных рабочих мест. Участок Букетова, который ремонтируют второй год. На встрече с Акимом области подрядчик обещал, что 15 июня ремонт завершат. Но, как видите, этого не произошло. Мы выяснили, кто виноват в затянувшемся ремонте и неудобствах горожан. Начнем сначала, то есть с прошлого года. Аматинская компания ArchStroyInvest выиграла тендер на ремонт улицы Букетова. Должны были положить железобетонную трубу для ливневой канализации открытым способом. То есть разрыть всю дорогу, положить большую трубу и закопать. Так прописано в проекте. Но на месте городской Акимат попросил переделать. Асфальт не рыть, а обойтись методом прокола. Правда, тогда и трубу придется поменять. Большую железобетонную проколом не протолкнуть. Нужна труба пластиковая. С этого совместного решения гор Акимата и подрядчика и начались все проблемы. Хабибуллин замок им города был. Он в самом начале, когда мы только пришли на работу, он тогда вот сюда пришел, у нас собрание было. Мы согласились, начали в прошлом году пластиками закладывать. Здесь мы воткнулись в коммуникацию. То есть казахтелеком кабеля, который не заложен был, это у нас в проекте. Труба водопровода. Вот здесь мы копали, шурфовали, искали. Но это, конечно, не наша работа, шурфовать, искать. Это было до нас. Проект должен экспертизу проходить же. Вот экспертизу она прошла как-то, не знаю как. Коммунальщики, чьи трубы и кабеля там проходят, работы запретили. Из-за этого прошлым летом техника стояла без движения, улицу перекрыли, подрядчик ждал разрешения на работу. Так и лето прошло. А подрядчик получил штраф за простой и отставание от графика. Заместитель директора подрядной организации говорит, если бы проект не меняли, ремонт сделали бы максимум за два месяца и еще в прошлом году. Но городской Акимат, по словам подрядчика, попросил не разрушать асфальт. Наверное, хотели как лучше, но получилось. Получилось так, что улицу Букетова перекрывают уже второе лето подряд. Но были веские причины переделать проект, говорит зам Акима города Оскар Хабибуллин. Если проходить открытым способом, то восстановление данного асфальтного покрытия занимает очень-то большой период. И второй момент – провалы. То есть на всей улице Букетова через год были бы провалы. В итоге улицу все равно раскопали, только на год позже. Подрядчик, гора Кимат и проектировщик считают, идея не раскапывать улицу, а поменять трубу методом прокола удалась бы, если бы не коммунальные службы. Согласование со всеми службами проходил данный проект. То есть службы видели, что данный проект разрабатывается и необходимо сделать заключение. Заключение от всех служб получено. То есть не все достоверно указали наличие своих сетей на данном участке. Подрядчик и зам Акима города сказали, что ремонт завершат до конца июня. Работы осталось немного. Самое время для депутатского контроля. Мы вот только сегодня, мы взяли, сегодня мы выехали первый раз. И сейчас мы этот вопрос возьмем на контроль. Будем за этим следить. Значит, будем, я думаю, что в ближайшее время мы встретимся по этому вопросу в отделе ЖКХ города Петропавловска. А вы никогда не встречаетесь? Ну, может быть, конечно, и поздно. Да, конечно, может, это и наша недоработка. С прошлого года петропавловцы жалуются на перекрытый участок. Страдают объекты бизнеса, которые каждый день теряют клиентов. И такая картина сейчас не только на Букетово. Куда ни поверни, дорога перекрыта. Поедешь в объезд, а там пробки, говорит водитель Максим Полсучев. Его трудовой стаж 13 лет. Отмечает, такого безобразия на дорогах еще не было. По ночам вообще я не видел, чтобы кто-то, какие-то работы производились. Просто перекрыта улица и все. Ночью никакой работы не ведется. Можно было частями участки перекрывать, но они перекрыли весь город. Раньше тайга стояла, жабаева, сейчас все стоит, колхозные все. Пробки агрессивные, люди ездят агрессивно, каждый кто-то торопится куда-то. В городском окемате просят отнестись к ситуации с пониманием. Маскар Хабибуллин отметил, что лето в Северном Казахстане короткое, и все ремонтные работы нужно уместить в этот период. А перенести на следующий год риск. Деньги уже выделены, сейчас они есть. А будут ли в следующем году? Вопрос. Особенный день для работников медицины. Свой профессиональный праздник отмечают врачи, медсестры, акушеры, фельдчеры и даже водители экипажа скорой помощи. Все, кто стоит за сохранением жизни и здоровья пациентов. Ведущие специалисты региона белые халаты сменили сегодня на праздничные наряды. Со вступительным словом и поздравлениями выступил глава региона. Нет на свете профессии, значение которой в жизни человека играет большую роль, чем профессия врача, медсестры и всего медицинского персонала. Ваша профессия – это каждодневный подвиг, требующий высокой компетентности, безграничной доброты, чуткости и милосердия. Проявление лучших профессиональных и человеческих качеств. Поблагодарил глава региона работников медицины за стойкость во времена, когда на пульт скорой помощи в день поступали до 800 звонков. В момент пика пандемии коронавируса. От официальной подошли к торжественной части. Глава региона вручил награды заслуженным деятелям медицины. Грамоту Курмет получила и Кымбат Калиева. Кымбат Калиева – акушер-гинеколог Акжарской районной больницы. Работает в должности уже 34 года. Профессию в юности выбирала сама, отошла от семейной традиции быть учителями. И не пожалела, ведь быть свидетелем рождения новой жизни неоценимо. Когда ребенок рождается, тем более, когда и мама, и с ребенком очень все хорошо, это, конечно, очень радует. Когда родственники радуются, когда папа там счастлив, когда мама счастлива, это не передачи таких, которые человек испытывает после этого. Были моменты, когда называли детей нашими именами, есть такие дети. Несколько хамбатов есть, которые растут сейчас. Всего на церемонии награждения отметили труд 20 специалистов медицины. Праздничная программа продолжилась выступлениями местных творческих коллективов. О том, как изменится жизнь сельчан в Олихановском районе, рассказал Аким Кайрат Пшенбаев. В прошлом году там отремонтировали внутрипоселковые дороги районного центра на сумму 333 миллиона тенге. Заасфальтировали более 10 километров дорог. При финансовом обеспечении в текущем году отремонтируют еще 6,5 километра дорог Кишкини-Коля, отметил глава Олихановцев. На средний ремонт дороги районного значения в Морзагул в протяженности 35,2 километра из областного бюджета были выделены 272 миллиона тенге. Но проект, он сам рассчитан на два года, проект сам составляет около миллиарда тенге. Работы начнутся в ближайшее время. Кроме того, для проведения среднего ремонта внутрипоселковых дорог в Телак-Кулуколь, с областного бюджета было выделено 50 миллионов тенге. Благодаря этим проектам долю автодорог районного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии увеличат до 65%. Хороший показатель для Олихановского района, известного своими плохими дорогами. Но большинство сел все еще ждут, когда тяжелая техника приедет к ним для ремонта полотна. Среди них жители села Бедаевых. У них уже готова сметная документация на средний ремонт внутрипоселковых дорог. Чтобы привести в порядок 5,5 километра дорог, нужно почти 400 миллионов тенге. С водоснабжением ситуация лучше, чем с дорогами. На сегодняшний день 95% населения района имеют доступ к качественной питьевой воде. В 10 селах установлены системы водоочистки. Через пункты раздачи воды у нас пользуются 15 населенных пунктов. В прошлом году на 36 миллионов тенге был проведен ремонт разводящих сетей села Каратал и Кулуколь. И благодаря этому в селе Каратал более 60 дворов получили возможность подключить воду в дома. Разработана проектно-сметная документация на строительство однопорных башен в шести населенных пунктах. 910 семей смогут завести воду в дом. Проект находится на экспертизе. Жалуются Олихановцы и на проблемы с сотовой связью и доступом к интернету. В прошлом году в шести селах была установлена мобильная связь 3JB-Line. Таким образом из 27 населенных пунктов у нас 19 имеют мобильную связь. В этом году планируем еще в четырех населенных пунктах установить сотовую связь. С общим населением более 500 человек. Это села Тлиусай, Жаскайрат, Карашлик и Золотая Нева. Значительная работа проводится по освещению улиц в селах. Оно имеется на 85% улиц. Только за последние два года на эти цели выделены 94 миллиона тенге, отмечает глава Олихановцев. В этом году выделили 9 миллионов тенге для доосвещения улиц в селах Каратали, Кулы-Коле и Кишкине-Коле. На оснащение медицинских организаций за последние два года в районе было выделено более 140 миллионов тенге. Смерть от онкопатологии уменьшилась на 25%, заболеваемость туберкулезом уменьшилась на 66%, умерших от туберкулеза в районе нет. Показатель рождаемости вырос на 4%, родилось 242 малыша, материнская смерть по району не зарегистрирована. Обновление материально-технической базы продолжится мы. В этом году планируется приобрести стоматологическую установку, электрокардиограф, дефибриллятор, систему регистрации от акустической эмиссии на общую сумму более 16 миллионов тенге. Но вопрос с медицинскими кадрами в районе все еще не решили. У алихановцам требуется кардиолог, акушер-гинеколог, эпидемиолог, анестезиолог, реаниматолог, онколог. Учитывая, что в районном центре запланировано строительство поликлиники, потребность врачей возрастает. О духовном наследии Североказахстанской области говорили на научно-практической конференции. Ее организовали представители Духовного управления мусульман Казахстана и Управления по делам религии. Говорили в том числе и об истории исламских музеев. В 70-е годы 18 века на территории Петропавловска появилась первая исламская мечеть. Через три года на территории Северного Казахстана было девять мечетей. Сейчас осталось только пять. Среди них и мечеть, построенная в 1857 году. В архивных документах она записана как четвертая мечеть. Ее мы будем восстанавливать. Откроем там центр исламской культуры. Реконструкцию завершат в сентябре этого года. Здесь будет музей исламской культуры. В тяжелые годы репрессий религиозные объекты закрывали. Эта мечеть сохранилась, укрытая от глаз на территории завода, куда посторонних не впускали. Завод имени Кирова был тогда секретным стратегическим предприятием. Сейчас проводится большая работа по реабилитации репрессированных религиозных представителей. 93 священнослужителя попали под преследование, 28 из которых расстреляли. Один из них – известный деятель Алаша, учитель Махжана Жумабаева, имам мечети номер 3 Мухаммеджан Бегиров. Его приговорили к высшей мере наказания. Посмертно доброе имя реабилитировали. Мы знаем, что в этом направлении проводится сложная кропотливая работа. Поэтому мы рады видеть сегодня на конференции историков, краеведов и архивистов. Они помогают нам узнать важные факты о личностях и религиозных местах. Это является важной частью духовенства, способствует сохранению единства и солидарности в стране. Также в результате проведенных исследований установлено, что в 1918 году в Северном Казахстане был проведен Курлтай. Его организовали руководители Аллаш-Урды. Участие приняли представители 22 властей Петропавловского и Кукшетауского уездов. Это место признано сакральным. Питание, проживание и обучение бесплатные. Жизнь студентов областной специализированной школы-интерната-колледжа Олимпийского резерва с первого взгляда не имеет изъянов. Однако это далеко не так. Мурсултан Байназар делит комнату еще с семью ребятами, среди которых есть и школьники. Надеется, что в скором времени дадут комнату в новом общежитии. Сейчас мы живем вместе с учениками. Думаем, что в скором времени у нас появится общежитие. Многие сокурсники снимают квартиры или живут у родственников. Это приносит неудобства. Если общежитие достроится, то у нас будет четкий спортивный режим, который поможет нам быть в форме. А еще будет больше желающих поступить в колледж, что будет поддерживать конкуренцию среди учащихся для достижения побед. Сейчас в учебном заведении есть 250 коечных мест, 99 из которых занимают студенты. Они делят комнаты с юными спортсменами. Дело в том, что колледж начал функционировать в 2019 году. И создать условия пришлось уже из имеющихся возможностей. Получается, в 2019 году мы осуществили первый набор студентов. Специальность физическая культура и спорт. В данное время у нас обучается 370 человек. Проблема есть. Мест не хватает. Некоторые студенты у нас живут на квартирах, снимают квартиры. Но некоторые, если городские, естественно, они тут в общежитии не проживают. Сейчас строительство общежития завершено лишь наполовину. При сдаче объекта оно разгрузит комнаты в школе-интернате. Появится 244 дополнительных коечных места. Работают на площадке около 70 человек. Приступили к строительству в августе 2021 года. В данный момент производим работы монтаж 8 этажа, монолитные работы, подготовка. Закончили монтаж 7 этажа и провели монолитные работы. Кладка 5-6 этажа. Внутренние работы производится сантехника по подвалу. Первый, второй этаж – монтаж гипсокартоновых стен. Завтра заходят электрики. Строят общежития из отечественных материалов. Плиты приобрели у местного товарищества «Зертео СК». Остальное привезли из столицы. Планируют сдать объект до конца года, в крайнем случае в начале 2023-го. Проект обошелся в 1,38 млрд тенге. Позади меня одно из сакральных мест Североказахстанской области – мемориальный комплекс «Карасай» и «Агантай-Батыров». Находится он в Айртаусском районе. Эту землю еще в 17 веке батыры защищали от иноземных захватчиков. Здесь же они отважно погибли. Похоронили обоих на сопке Кульшинбай-Тубе. Спустя столетия в 1999-м на этом же месте воздвигли мемориальный комплекс. Посещают его ежегодно сотни туристов. Но сегодня прибудут необычные. С минуты на минуту здесь ожидают конную экспедицию. Почти 400 километров пути по степи, лесным массивам и оврагам. Водоемы приходилось обходить, сделая большие круги, говорят конные всадники. Свой маршрут они начали с древнего городища Бузо, как в Молинской области. Местность 1250-летней истории расположена на территории столицы. Оттуда они направились к уникальным объектам Зерендинского района. Днем позже дошли до озера Имантау. Предпоследней точкой дальнего маршрута стал мемориальный комплекс Батыров. До него участники экспедиции шли 17 часов. Прочитали аяты из священной книги мусульман, поклонились праху защитников родной земли. Это одна из целей представителей конной экспедиции от Тревел. Но главное, они все же называют популяризацию уникальных объектов и памятников истории нашей страны. Несмотря на дождь, ветер, сильную жару, мы хотели пройти по следам наших батыров. Прочувствовать их дух, испытать те же чувства. Но скажу, что это было довольно нелегко. В прошлом году мы прошли тысячу километров от Базока до родины Абая, урочища Жидибай. Дорога была трудной, были моменты, когда у нас не было воды. В эту самую дальнюю экспедицию отправились трое из присутствующих здесь всадников. Сергей Корносенков о ней наслышан. Сам он в Атревел вступил три года назад. Тогда же впервые сел на лошадь. Сейчас на счету Сергея около пяти пройденных дальних экспедиций. Не забудет никогда он первую. Меня взяли в охапку и повезли в Коргальжино из Астаны. Там расстояние было более 200 километров. Я пока туда ехал, у меня глаза все более и более округлялись, потому что я думал, как мы будем на лошадях идти оттуда. Но меня успокоили, сказали, что все хорошо. В итоге три дня мы оттуда шли. Действительно, это нелегко. На лошади ты увидишь Казахстан таким, каким ты его никогда не увидишь с асфальта, из машины. И это действительно большого стоит. Поэтому я призываю всех включаться в такие настоящие крутые увлечения. Преподаватели, журналисты, историки. Клуб собрал представителей разных профессий. Всего 10 человек. В каждой точке дальнего маршрута гостей встречали сельские жители. Они накрывали щедрый дастархан, отводили место для небольшого отдыха. Музолей Карасай и Агантай Батыров. Некрайняя точка в карте представителей экспедиции. Час привала и снова в путь. Садники взяли курс на археологический памятник эпохи Эниолита, поселение Ботай, которое, кстати, было создано первыми коневодами. Недалеко от села Далматова в Козелжарском районе расположился небольшой палаточный лагерь. В нем живут 60 студентов и преподаватели Козыбаев Юниверсити. Астрономы и историки проходят выездную практику. Те, кого интересует археология, приехали сюда для изучения древнего городища Ак-Ирий. Ак-Белый, Ирий в переводе с иранского это рай. Это городище раннего железного века с акского времени. Очень удачно, грамотно было построено. Три стороны ограничены обрывами, то есть неподступными. А с одной стороны это городище ограничили рвом, валом, чистоколом. И, в общем-то, была такая своеобразная неприступная крепость. Ну, мы нашли его еще давно, в 68-м году. Это была археологическая разведка, в которой я участвовал. И с тех пор как-то были другие задачи. И в 2004 году мы решили начать раскопки именно здесь. По словам Анатолия Плешакова, городище просуществовало недолго. Оттуда не убегали от войны или какой-либо другой опасности. Эту землю покинули спокойно. Площадка считалась сезонной. Эксперты предполагают, что люди жили здесь во временных строениях. Занимались сплавкой металла и не только. Сейчас я расчищаю конструкцию, которая, получается, стояла, но потом со временем она, получается, сползла вниз. И теперь мне нужно здесь полностью очистить всю землю, чтобы посмотреть, как именно она сползла, что в ней находилось. По рассказам, как проходят эти раскопки, это одно. А когда именно мы занимаемся этим делом, когда мы уже понимаем, как нужно раскапывать, что делать, это, конечно, намного интереснее. Для городища Акьерии, которому больше двух с половиной тысяч лет, характерна четкая планировка. Вот эти пустые квадраты когда-то были тротуарами, по которым свободно перемещались люди. В других секторах они трудились. Большой интерес представляют и здешние находки. Городище изучается не первый год. Каждый раз оно дарит археологам интересные сюрпризы. В этот раз студенты нашли вот такие печи, для чего использовались настолько крупные конструкции, предстоит выяснить. В предыдущие годы исследователи не раз находили ювелирные изделия, наконечники стрел из металла и костей. Кости млекопитающих, это и лошадь, и овца, это и КРС кости встречаются. Плюс ко всему, первоначально, в начале раскопа, то есть возле крепостной оборонительной стены, находили большое количество костей рыбы и чешуи. То есть они использовали, видимо, в пищу очень большое количество, и рыбы, и мясо. Ну и плюс ко всему, кроме того, что готовили пищу, еще кость использовалась частенько для изготовления каких-то орудий труда. В будущем городище Акерии станет частью музея под открытым небом, куда сможет прийти любой желающий. В нем, кроме памятника раннего Железного века, будут и другие интересные объекты. Например, древние жилища Каменного века. Их под чутким контролем преподаватели воссоздали студенты. На практике историки работают вместе с астрономами. Ночью они изучают серебристые облака, а днем помогают правильно организовать раскопки. У нас параллельно с астрономией идет геодезия. Мы даем геодезические данные, то есть оставляем, и они по этим данным доделают раскопки. Ожидания оправдались на все 120%, как говорится. Это было очень интересно, конечно. Хочется выехать еще раз, но впереди для нас стоит дипломная работа, защита и так далее. Выездная практика студентов Кузыбаев-юниверситет длится от двух до трех недель, в зависимости от специальности. Кузыба-юниверситет